Приветствую всех из гостеприимного Стамбула. Как все хорошее, так и мой отпуск подходит к концу. Так что я надеюсь, что к концу этой недели мы уже будем с вами в одном городе, в одном государстве, в одной республике и продолжим наши выпуски. Вчера, в понедельник, Ради Хабиров провел оперативку в правительстве республики Башкортостан и начал он с торжественного момента поздравил всех с днем конституции, отметив, что это, как он выразился, очень важный для всех нас день. По мне, теперь это уже не очень важный день. Это, конечно, мое субъективное мнение, но после того, что сделал с конституцией Владимир Владимирович Путин, как-то отмечать этот день становится, на мой взгляд, даже как-то неприлично. Особенно учитывая тот шестилетний срок правления, который он отписал самому себе, начиная с 2024 года, но и много других нюансов. В общем, конечно, праздник весьма сомнительный, но ради Фаритовичу он кажется значимым и важным. Далее поговорили о всяких важных мелочах, в том числе о том, как республиканская власть участвует в поддержке специальной военной операции. Показали ролик. На экране придворный пиар офицер Азад-солдат Барданов. Аэропортует о доставке помощи батальонам добровольцев. Щедро раздаются ордена и медали, в том числе орден Шимуратова. Просто, как говорится, щедрой рукой выдается направо и налево. Также вместе с орденом Шимуратова раздаются бойцам блюда башкирской кухни на заднем плане. Напевает песни и приплясывает Радик Юлиакшин. Ну, а по центру Толкачев с перекошенным, видимо, от удовольствия лицом, от удовольствия присутствовать при столь значимом событии, как вручение орденов Шимуратова и блюд башкирской кухни добровольцам специальной военной операции. В общем, без этого, видимо, не обходится теперь ни одно совещание в Белом доме. Это обязательно будет освещаться, показываться. Хабиров отметил, что на этой неделе был день рождения у азата-солдата Борданова. Но поздравление вышло таким достаточно сухим. Чувствуется, что Хабиров тоже недоволен тем, как развиваются события вокруг этого знаменитого добровольца. В том смысле, что азат-солдат обещал нам никак не пиариться и не вести там соцсети и вообще нигде там не появляться. А вопреки этому он у нас в каждой бочке затычка, в каждом репортаже, в каждом посте. Везде-везде уже везде азат-солдат. Везде он там кому-то что-то вручает, кого-то встречает. Ну, в общем, ведет такой весьма себе привычный образ жизни. По завершении этого поучительного ролика Хабиров повелел создать шимуратовские классы везде, где учатся дети участников специальной военной операции. Ну, и еще немного. И именем Шимуратова придется назвать самого ради Хабирова. Дело в том, что в скором времени, наверное, в Башкирии не останется ничего, что бы не называлось именем генерала Шимуратова. И придется ради Фаридовича поменять уже и фамилию. Ну, в этом, конечно, есть доля сарказма. Но, на самом деле, если честно, уже перебор с Шимуратовым. Везде Шимуратов, везде Шимуратов. И теперь будут шимуратовские классы. Везде, где есть дети бойцов специальной военной операции. Упомянул Хабиров и о кадровых перестановках в правительстве Республики Башкортостан. Впрочем, это были уже не очень свежие новости. Я говорю о том, что Хабиров официально объявил о вступлении Александра Клебанова в должность министра транспорта и дорожного строительства Республики Башкортостан. Хабиров оговорился о том, что, дескать, много всяких задач, проблем и начатых проектов. И Клебанову нужно моментально включаться в процесс реализации этих проектов и задач. Ну, мы уже говорили о том, что фигура Александра Клебанова вызывает много вопросов. И мы будем с настороженностью и внимательностью наблюдать за тем, как будет развиваться его карьера на этом посту. Вернувшаяся из краткосрочного отпуска Елена Анатольевна Прочаковская зачитала радио Хабирову в первом докладе список тех проблем, которые беспокоят жителей Республики в минувшую неделю. Неожиданным образом, ну, по крайней мере, так не было раньше, на первое место вышли проблемы ЖКХ. На втором месте здравоохранение, далее соцобеспечение, благоустройство. Дороги опустились на пятое место по проблематике в Республике. На шестом месте прочно обосновалась мобилизация. На седьмом строительство. На восьмом образование. На девятом транспорт. И уже на десятом месте экология. Примечательно, что вопросы вывоза твердобытовых отходов и мусора больше, по мнению Елены Прочаковской, не интересуют жителей Республики Башкортостан. Отдельно Елена Прочаковская остановилась на объяснении причин того, почему проблематика ЖКХ, по ее мнению, вышла на первое место. Она сообщила, что жители Башкортостана беспокоят такие незначительные вещи, как отсутствие электричества, отопление, непомерный рост платы за жилищно-коммунальные услуги, ну и отсутствие воды горячей и холодной. Ну, такие мелочи всего лишь на все вызвали вот этот вот всплеск вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству Республики. На самом деле, минувшая неделя отметилась небывалыми морозами и в Уфе, и в других частях Республики Башкортостан. Система жилищно-коммунального хозяйства очевидным образом не выдержала этого испытания. В квартирах температура опускалась до 15-16 градусов в Уфе. При нормативе минимальной температуры 20 градусов. Жители это фиксировали. Многие даже вызывали и комиссионно актировали вот подобную температуру у себя в квартирах. Дело в том, что юридически это выглядит как не оказание услуги по отоплению. То есть, если в квартире не выдержана нормативная температура выше 20 градусов, то услугу по подаче отопления можно признать несостоявшейся, ну и со всеми вытекающими, значит, последствиями. Конечно же, будет нелегко доказать БашРТС и прочим поставщикам энергетических ресурсов, что в квартире не было должной температуры, но при определенных знаниях, умениях и понимании законодательства это вполне себе возможно. Я отмечаю, что некоторые жители Уфы в разных районах, в том числе и в центральных, этой проблемой озаботились, занялись и, судя по всему, в ближайшее время поставщики жилищно-коммунальных услуг получат иски о возмещении либо обнулении оплаты за вот эти услуги в определенные периоды. Это одна из причин, почему действительно ЖКХ всех взволновало. Второе, это, конечно же, веерные отключения электричества, горячей, холодной воды и прочего, и прочего. По многим районам и города Уфы, и прилежащих к Уфе, и в других городах республики Башкортостан. Одно только несчастное Нагаево в тот самый понедельник, когда Хабиров проводил эту оперативку, опять осталось без электричества. В общем, это уже начинает походить на некую систему, на какую-то надвигающуюся катастрофу в области ЖКХ. При этом мы все еще не попали в зону специальной военной операции, но уже некие элементы поражения жизненно важной инфраструктуры в республике Башкортостан наблюдаются. То есть, может быть, это, конечно, превентивные какие-то события, может быть, это совпадение, я точно не знаю. Но ощущение того, что кто-то разрушает изнутри эту систему и нарушает вот эти важные коммуникации и системы подачи ресурсов, появляется это ощущение, действительно. Но Елена Прочековская в своем докладе постаралась сгладить максимально все это беспокойство граждан, отсутствие электричества и отопления, дескать, все это ерунда и мелочи жизни. Есть, как говорится, и веселые аспекты, и положительные нюансы в деятельности правительства. Вот, например, Елена Прочековская заявила, что проблема здравоохранения стала беспокоить меньше населения, потому что теперь можно будет записаться к врачу в выходные. То есть, наконец-то, Министерство здравоохранения соизволило эту функцию реализовать, и в выходные тоже можно записаться к врачу. Но к этому вопросу мы еще вернемся чуть позже. Вторым вопросом оперативного совещания был вопрос об эпидемиологической обстановке в республике и о ситуации в Министерстве здравоохранения. Айрат Расимович Рахматуллин, министр здравоохранения, которого так нещадно распекал на прошлой оперативке Хабиров, доложил, что особого роста заболеваемости ковидом в республике не наблюдается на данный момент. Падение за неделю заболеваемости ковидом примерно 7%, но за неделю был рост заболеваемости ОРВИ на целых 22%. Отдельно господин Рахматуллин остановился на том, что действительно Министерство здравоохранения под воздействием критики граждан и требований ради Хабирова изменило график работы поликлиник. В том числе изменился график вызова врачей на дом. С понедельника по пятницу включительно врача можно будет вызвать и записаться к врачу можно будет с 8 до 21.00. Суббота-воскресенье это время с 8 до 16.00. А также в Минздраве создана специальная группа контроля за качеством услуги запись к врачу. Что-то мне подсказывает, что эта комиссия будет работать не так уж долго и не так уж усердно, но мы просим от лица нашего канала дать обратную связь для граждан, те, кто, к сожалению, был вынужден воспользоваться башкирской медициной, вот в ближайшие дни до после нашего выпуска. Расскажите нам, напишите в комментариях, действительно ли теперь стало легко и просто записаться к врачу, либо это все еще какая-то проблема. Третьим докладом оперативного совещания был доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Ирина Александровна Голованова рассказала нам о том, как обстоят дела в ее ведомстве, ну и, честно говоря, ее доклад походил на какую-то сводку боевых действий. В России пять крупных аварий случилось в республике с отключением ресурсов свыше восьми часов. Только в одной Уфе случилось девять аварий, когда ресурсы отключались чуть менее восьми часов. Ну, в Нурманском районе, например, по словам Головановой, как раз в 25-градусные морозы решили поменять насосы водоснабжения. Ну, правильно, зачем их менять? То есть летом в теплое время года, когда можно их поменять на 25-градусном морозе, оставить людей без воды. Седьмого-восьмого декабря прорыв водопровода в Уфе заставил людей сидеть без воды 20 часов. В городе Октябрьском отключали газ. В городе Уфе семь домов и детский сад отключили от отопления водоснабжения. Ну, вот примерно так. Это только краткий список того, что перечислила Голованова. Там, конечно, вообще жутко и страшно. Все это наводит на мысль о том, что колдовство ради Хабирова в отношении Западной Европы, Европы, которой он пожелал замерзнуть, и что, вот, дескать, наша зима будет значительно лучше, чем в Западной Европе, сработало это колдовство не в ту сторону. Что-то где-то там Ради Фаридович в заклинаниях перепутал, и все эти кары небесные рухнули на родной Башкортостан. В том смысле, что в Европе-то тепло и сытно, а у нас почему-то вот лопаются трубы, отключается вода на 20 часов. Вслед за мадам Головановой произошел дебют нового министра транспорта и дорожного строительства Александра Владимировича Клебанова. Был он немногословен, особо много информации нам не выдал. Дежурно зачитал сводку ДТП, за неделю 46 ДТП, 53 пострадавших, 7 погибших. Суммарно в 2022 году уже 391 погибших, и я нисколько не сомневаюсь, что эта цифра, к сожалению, выйдет за порог в 400 человек погибших на дорогах Башкирии. Эту планку установил Хабиров, и министерство, конечно, не выдержит эту планку, но Клебанову не отвечает за эти результаты, он совсем недавно назначен. Отдельно отмечу, что устная речь господина Клебанова, конечно, требует корректировки. Он запинался и проглатывал слова, так себе оратор из него, в общем, поучиться придется. Четвертый вопрос оперативного совещания был посвящен Дню башкирского языка. Доклад делал исполняющий обязанности министра культуры Мухиенов Эльнур Ильдарович, но, к сожалению, я не понял из этого доклада почти ничего, потому что господин Мухиенов делал его на башкирском языке, субтитров не было, и большинство жителей республики Башкортостан, которые хотели бы понять, о чем идет речь, ничего не поняли. Так что мы оставляем за скобками этот доклад и переходим к пятому докладу оперативного совещания, очень интересному и, на мой взгляд, просто возмутительному. Этот доклад был опять, кстати говоря, из оперативки в оперативку об организации школьного питания. Делал доклад господин Гусев Алексей Николаевич, министр торговли и прочего благоденствия потребителей в республике Башкортостан, который отвечает за эту сферу в правительстве республики. Алексей Николаевич огласил нам очень любопытные и важные цифры. Он сообщил нам, что за истекший год, или истекающий уже практически год, его министерство совершило 683 инспекционные проверки детских садов и школ на предмет качества питания школьников. Так вот, по результатам этих 683 проверок выяснилось, что в 36% этих организаций выявлено нарушение технологии приготовления блюд. В 17% этих организаций недоброкачественные продукты. В 42% организаций, проверенных господином Гусевым, продукты не предназначены для питания детей. При этом детям они выдавались. Зафиксированы 123 письменные жалобы родителей. Исследовательская лаборатория провела в 2022 году 3900 анализов образцов питания школьников. 31% этих образцов не соответствует требованиям. Я слушал-слушал этот доклад и вдруг понял, о каких цифрах идет речь. То есть практически в половине школ, которые удалось проверить Гусеву, а он проверил их 683, детям скармливают продукты, непригодные для детского питания. Треть проверенных организаций нарушают технологию приготовления блюд. При том, что цены за год на школьное питание выросли примерно на 33%. Чего мы ждем? Массовых отравлений или отказов от школьного питания. Вот этот доклад, который Хабиров, кстати говоря, восплинил вполне себе благосклонно, сказал, да, надо работать, контролировать, тра-та-та. То есть его вот эти цифры вообще никак не впечатлили. Что 42% питания, которое проверял Гусев, оно вообще не пригодно для питания детей. 42%. Не 4,2%, не 0,42%, а 42%. Вот слушайтесь в эту цифру. Вообще нормальный министр, который отвечает за этот вопрос, вот огласив то, что по результатам его деятельности 42% проверенных продуктов не предназначены для детского питания, он должен был сделать там, ну, в Японии, наверное, харакири, да, прямо в зале заседания правительства. Окей, мы, как говорится, не в Японии. Ну, хорошо, в отставку подать. Я думаю, что тоже не предвидится. И не увидим мы этого от господина Гусева. То есть он сообщает нам, что почти половина проверенных им школ и детских садов кормят детей продуктами, не предназначенными для детского питания, и при этом он преподносит нам это как некую победу. Он, кстати, еще обмолвился, что, дескать, теперь-то лучше, раньше еще больше было. В общем, конечно, страшное дело. У меня так уж получилось, что теперь нет детей, которые питаются в школе, дети наши подросли, но у очень многих людей эти дети есть. И у моих знакомых в том числе. Очень многие отказываются от школьного питания. И, ну, если бы меня спросили, рекомендую ли я это делать, я бы, конечно, сказал, что нет. Потому что процент школ, где либо дадут продукты, не предназначенные ребенку, либо продукты, которые вообще недоброкачественны, 31% проверенных проб не соответствует качеству. Это очень много. То есть один к трем вероятность нарваться на что-то, не соответствующее тому, чем кормят детей. Я, честно говоря, вот этим докладом был поражен. То есть Хабиров должен был вскочить, отбросить в сторону костыли и выгнать из зала Гусева, уволив его попутно. Но этого не случилось. Боюсь, как бы по результатам работы Гусева еще и орденок какой не вручили за усердие в области питания школьников. То есть мы знаем, что эта идея по школьному питанию, она с приходом команды Хабирова была быстро окучена всей этой командой. Все это было взято под собственный контроль. Многих выжили с этого рынка. И вот они теперь это контролируют. Но контролируют вот с таким качеством. Каждое третье блюдо, которое проверяют в лаборатории, не соответствует параметрам контроля. Вот задумайтесь, родители, об этом. Завершили оперативное совещание праздничным докладом. Вернее, докладом о подготовке к новогодним праздникам. В этом докладе участвовало несколько чиновников. Первая была Голованова Ирина Александровна, которая рассказала нам, что в республике к Новому году воздвигается 509 ледовых городков, 942 елки, 174 километра иллюминации будет натянута, 946 неведомых арт-объектов и 187 горок. При том, что из 187 горок 84 горки высотой меньше 1 метра. Напомню, что в этом году ввели некую норму сертификации горок для катания зимой. И дабы не проходить эту сертификацию, например, в шести муниципалитетах республики вообще решили не строить никаких горок. Как говорится, от греха подальше, и сертифицировать ничего не надо, и народ будет целее. В общем, Голованова обещает все это великолепие завершить и достроить к 20 декабря. При этом она ни словом не обмолвилась о том, что в разных городах республики, в том числе, например, в Кумертау и некоторых других, жители с отвращением наблюдают то, как чиновники местных администраций пытаются воздвигнуть те самые пиксельные елки. Они полностью уже разрушены, там перекошены конструкции, я не знаю, что там с электрической и пожарной безопасностью, но, в общем, елки эти пришли в негодность, не проработав и трех сезонов. Мы помним, что 155 миллионов команда Хабирова отстегнула из бюджета за эти елки своим товарищам из красногорской фирмы, которые, в свою очередь, прикупили эти елочки где-то на китайских базарах. Никто так и не ответил за это все, деньги так и не вернули, но, в общем, вот елки теперь находятся в убогом состоянии, но Голованова решила об этом не говорить. Участвовал в этом докладе и министр спорта Руслан Хабибов, который рассказал нам, что для полного удовлетворения потребностей жителей Республики Башкортостан в новогодних праздниках будет воздвигнуто 400 катков и 900 неких ледовых площадок. Чем отличаются катки от ледовых площадок, господин Хабибов не уточнил. Я опасаюсь, что ледовой площадкой будет считаться любая скользкая поверхность в городах Республики, в том числе на проезжей части и на тротуарах. Ну, в общем, вот как-то так. 550 хоккейных коробок Хабибов обещают нам к Новому году и 14 горнолыжных трасс. Ну, в целом, все понятно. Обойдутся, как говорится, малыми силами. Ёлок, горок не будет. Будут ледовые площадки. Ленара Иванова в рамках того же доклада сообщила нам о том, что 4141 заявление было получено от семей участников специальной военной операции на получение выплаты в 20 тысяч рублей, которые обещал им ради Хабибов. Я не знаю, огласив вот эту цифру, 4141 человек участников специальной военной операции, вернее, тех семей, в которых есть эти участники, разгласила ли госпожа Иванова какую-нибудь военную тайну? Может быть, она уже и кинула тень на репутацию Министерства обороны? Я говорю это в контексте того, что сейчас в России категорически запрещено вообще что-либо сообщать о специальной военной операции под страхом получения административного уголовного наказания. Но Ленара Иванова спокойно сообщает нам, сколько семей участников специальной военной операции потребовали получить вот эти 20 тысяч рублей. В общем, ну, как говорится, что есть, то есть. Завершили эти доклады представители МЧС и МВД, которые заверили широкую общественность в том, что они находятся в полной готовности обеспечить безопасность и защитить от всевозможных напастей и угроз жителей, празднующих Новый год и Рождество. Так что в этом смысле мы можем быть спокойны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова